Ты знаешь, я на тебя смотрю вот сейчас и улыбаюсь, потому что я вот представляю, ну Саш, каково вот такому большому человеку живется? Вот 2 метра 6 сантиметров рост. Как садиться в машину, заходить в самолет? Я понимаю, что в метро ты не ездишь. Как вообще на кровати спать с таким ростом? Какие неудобства ты ощущаешь и не чувствуешь ли ты себя белой вороной среди вот всех остальных? Да, были когда-то в детстве такие немножечко комплексы, когда я начал расти и как бы вырастал из одежды, там пальто на мне сидело, так как-то угловато. И я все время стеснялся, потому что надо было ехать там на тренировку куда-то по Чернигову передвигаться в автобусе. И я придумал такие ходы, чтобы так на последней остановке быстренько вскочить, сесть или там на нижней ступеньке постоять, чтобы не выделялся. Ну такие вот были всякие хитрости. Сколько лет тебе было, когда вот ты помнишь, ты начал интенсивно расти? 14, 14-15 лет. Я был худой, длинный такой, несгарден, привлекал внимание. И вот уже вырабатывались какие-то такие вот стереотипы, что вот что надо сделать, ты уже знал наперед, как где станешь, чтобы как-то не выделяться. Но потом были проблемы, как-то переезд в Киев, я переехал в киевский спортивный интернат, уже как-то здесь больше город, людям не до меня было. И как-то так уже я чувствовал себя больше, ну так, незаметным, как бы так сказать, в большом городе. А проблема была, конечно, это купить обувь. Тогда я не зарабатывал деньги. Кроссовки Adidas попробуй достать. Да, да. Туфли просто, одежду. У меня там что-то осталось от отца, мать пришивала, что-то, может быть, там покупалось. Но, конечно, такое вот, скажем, счастье пришло, когда уже я стал там попадать в сборную СССР и ездить за границей. Там были такие прекрасные магазины для больших, где мы покупали, в общем, вещи, и, в общем-то, уже чувствовал себя комфортно, как нормальный человек. Я мог купить нормальные обувь, нормальную одежду. Что касается передвижений, то, естественно, что всегда в гостиницах, например, всегда ты идешь и муляешься, чтобы кровать была без спинки задней. А если спинка, то что делать? Это, в общем-то, потерянная ночь. Потерянная ночь, если в гостинице нет варианта поменять. Бывают вот такие гостиницы, особенно у нас, вот когда мы ездим там играть в регионы, в городовые гостиницы вот с такими спинками. Это потерянная ночь. Там пытаешься поперек ложиться, стул не подставить. Лучше всего, чтобы была короткая кровать, но без спинки. Это вот что касается кровати. Скручиваться как-то? Ну, да, да. Ну, вот поперек там. Ну, а уже все равно дискомфорт, уже расслабиться не можешь. Ну, конечно, сейчас есть возможности, там, кровать по заказу. В каких-то гостиницах ты уже знаешь, если ты сам едешь, выбираешь, зная, что там есть большие кровати без спинки. В самолетах, ну, в самолетах... Как в самолетах? В самолетах, если есть возможность, бизнес-класс. И всегда заказываешь первый ряд, там, какие-то... Ну, есть какие-то такие вот вещи, допустим, наверное, просто люди с нормальным ростом, они не думают, где они там сядут. А мы просчитываем заранее, заказываем. Скажем, есть такой, называется по-английски экзитро, аварийный выход. Аварийный выход, там чуть-чуть большее расстояние, если это не бизнес-класс. Ну, ты наверняка летал по Америке на внутренних рейсах, эти маленькие самолетики, куда, в общем-то, и среднему человеку протиснуться. А как там? Ну, вот как-то вот, если есть, и бывают безвыходные такие ситуации, где тебе придется просто терпеть. Скручиваешься, как можешь терпишь. Но, в общем-то, если есть вариант, там, люди обычно некоторые, если там у кого-то... Сердобольные. Да, всегда помогут, как-то найдут вариант. А в машинах сейчас, честно говоря, вот первая машина была у меня «Жигули», и я помню, что это нормально в ней помещался. И такие же, как я, садились рядом, и мы ездили. Наверное, позвоночник лучше гнулся в то время. А сейчас, как-то вот так смотришь и думаешь, неужели я в этой машине когда-то ездил. Сейчас выбираешь, уже как-то есть возможность выбора машин покрупнее, и, в общем-то... Саш, ну, это твой рост 2 метра 6 сантиметров. Но мы знаем, Белостеновый рост 2,14, Ткаченко 2,20, а Бедный Сезоненко 2,34 или 2,38. Ну, почти 2,40. 2,40, да. Ну, на мой взгляд, это вообще трагедия для этих ребят. Ты так считаешь или нет? Ну, скажем так, Саша Белостен, он как бы еще так... Как еще может, как-то он так издалека не сильно отличается от 2,10. А вот уже для Ткаченко, скажем, уже проблемы. У него проблемы были постоянно. А для Саши Сезоненко, который, я не знаю, в каком он сейчас состоянии, где-то в Петербурге живет... В тяжелом, да, я считал. И это трагедия. Это мало кто знает проблемы больших людей. Вот даже есть... У нас тут далеко ходить не надо Николай Васильевич Сушак, бывший баскетболист, у которого, ну, такие ноги у него, ну, проблемы с ногами, с позвоночниками. Он... Нельзя сказать, что он очень большой. Но он под 2,10, огромный. И, в общем-то, постоянная проблема с обувью, с одеждой. И, как бы, вот всегда там у больших людей есть свои проблемы. Есть свои определенные комплексы. Есть свои какие-то определенные жизни, которые, в общем, для людей нормального роста, она как будто не существует. Но она есть. И вот, слава богу, что есть такие виды спорта, там, как баскетбол или болг, где, в общем-то, спорт, я имею в виду, рост решает какие-то, дает тебе определенные возможности, что в тебе какая-то есть заинтересованность. Что эти... Представляете, сейчас вот у нас есть ребята в команде, там, молодежь. За 2,10, 2,17, 2,18. И вот... Молодые, да? Да. Ну, вот они такого роста. Вот представьте, если бы не было в них потребностей... Вот в баскетболе или в волейболе, или, допустим, в гонболе, не было бы у нас таких видов спорта. И что бы эти люди делали в жизни? Вот особенно сейчас. Кому бы они были нужны? И слава богу, что вот так вот как-то мироздание у нас такое, что есть виды спорта и потребность в этих людях, и шанс этим людям как-то, ну, заработать, как-то прожить, быть востребованными, быть как-то, ну, стать, может быть, даже звездами и быть известными в мире. А так только вот привлекать внимание. Я, чтобы закончить вот эту тему, задам, может быть, провокационный вопрос. Саш, ты добился в баскетболе мыслимых и немыслимых, в общем-то, медалей, титулов. Ты был и чемпионом Европы, и чемпионом Олимпийских игр, и достиг успеха в НБА, и выступал в Греции, в ряде других стран. Скажи, пожалуйста, если бы тебе сегодня сказали, Саш, вот нет этих успехов, но у тебя рост обычный, ты обычный человек, ты бы поменялся или нет? Нет, нет. Конечно, не сравнить, скажем, ну, я не могу сказать, что я там такой же супергигант. Где-то как-то я еще проскакиваю, даже в обыкновенных магазинах иногда можно купить вещи, где-то незаметно проскочить. Но в последнее время, скажем, в теперешней жизни, и когда есть какое-то благополучие, и, в общем-то, какая-то финансовая стабильность, рост, он только, ну, как бы так, не мешает.